Сибирский мужик Виталий Лалетин против викинга из Швеции Тобиаса Спаронга. Кто же из этих рокоборцев на восток против запада сеть, который пройдет 6 мая, выйдет чемпионом в этом противостоянии? Давайте разберем этот будущий поединок поподробнее. Виталий Лалетин против Тобиаса Спаронга. Их ромфайт пройдет на левой руке. Я бы для начала хотел сравнить их антропометрические данные. Лалетину 33 года и его рост составляет 204 см, в весе 132 кг. В то время как Спаронгу 25 лет, он моложе и его рост составляет 193 см, в весе 132 кг. Объем бицепса у Виталия 47 см и предплечье тоже 47. Но у Тобиаса бицепс 53 см и предплечье 47. Исходя из антропометрических данных, мы видим, что параметры у спортсменов практически равны. Только Виталий более опытный и его бицепс на 6 см меньше, чем у Тобиаса. Теперь, переходя к спортивным достижениям, Виталий Лалетин выиграл турнир АМС и забрал пояс абсолютного чемпиона, где в финале победил Дмитрий Силаева. Также Виталий является семикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Он финалист турнира ТОП-8. Все эти заслуги говорят только одно, что Лалетин обладает колоссальным соревновательным опытом и можно сказать, что он профессор армрестлинга. Но Виталий не проводил ни одного армфайта на левой руке. Только есть видео, где он поборолся за закулисным столом с Давидом Дадикяном в 2022 году на Сибирин Пауэр Шоу. Но это было давно и его левая рука сейчас гораздо сильнее, чем была тогда. И мы не знаем, как левая рука будет вести в армфайте в противостоянии с Тобиасом Спиронгом. А вот Тобиас как раз проводил целых два армфайта на левой руке с топовыми армрестлерами мира. Сначала он поборолся с Артемом Морозовым на восток против запада 2 и проиграл со счетом 3-1. Но один раунд ему удалось выиграть со стартового движения. Возможно, Артем просто не успел включиться. После чего Тобиас поборолся с Евгением Прудником на восток против запада 3 и уверенно выиграл со счетом 3-0. Поэтому, если судить по соревновательному опыту в армфайтах на левых руках, у Тобиаса есть преимущество над Виталием Лалятином. К сожалению, на данный момент силовые показатели Виталия мы с вами не знаем. Только знаем то, что он усердно готовится к этому поединку и отрабатывает свое коронное движение верхом. А вот силовые показатели Тобиаса с пронгом мы с вами сможем оценить. Вот Тобиас выполняет упражнения на плечи лучевые мышцы с гантелями по 52 кг. И при этом довольно в хорошей технике для таких весов. Это, пожалуй, очень высокий результат. Также он легко поднимает штангу на бицепс со 100 кг. Выполняет он 4 подхода по 6 повторений. И хотелось бы сделать отсылку на подъем бицепса со штангой Ливана Сагинашвили. И он поднял 165 кг на 3 повторения. Как вам такой результат? Как по мне, это было очень круто. И в заключении, в сравнении двух спортсменов, я бы хотел вам продемонстрировать их силу на любимом для Виталия Лаледина оборудовании ГМ-150. Тобиас смог выжать 155,2 кг, а Виталий 159,3 кг. Давайте послушаем мнение Дениса Цыпленкова. Кто же победит в этом армфайте? Это видео я взял с историей инстаграма железного рейтинга. Друзья, а как вы считаете, кто победит в этом противостоянии? Пишите комментарии под этим видео. Субтитры подогнал «Симон»!